Здравствуйте, дорогие друзья! С вами телеканал Афонтова и программа Люди Дела. Я Алексей Вербицкий, по традиции, рядом со мной находится Ольга Дубровская. И по традиции, третий человек в студии, это наш гость. И сегодня это Елена Черепанова, учредитель тренингового центра Депсоветник, кандидат психологических наук. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. И сегодня у нас такая немножко неформатная история, с точки зрения того, что обычно в программе Люди Дела мы говорим с бизнесом, а сегодня у нас есть уникальная возможность проговорить про бизнес с точки зрения психологии. Наконец-то разобраться вот с этим пресловутым термином «бизнес по-русски» или «что такое русский бизнес». Но я бы хотел начать с другого. В принципе, разобраться с точки зрения психологии, почему одни люди становятся удачными бизнесменами, другие в принципе об этом не помышляют, говоря самому себе «да зачем?» «Да это не мое, да мне лучше вот так». Начнем с того, что есть такое устойчивое понимание, что бизнесменами не становятся, а рождаются. Такое количество качеств нужно для бизнесмена, которым мало кто обладает. И поэтому они очень серьезны. Это способность брать на себя риски, способность сопротивляться среде, инновации, ответственность за то, что ты делаешь. То есть там такой набор, плюс умножьте, агрессивность и любовь к деньгам. Ну, очень тяжело заниматься чем-то без любви к деньгам, прибыли. И теперь представьте, что… У большинства есть просто любовь к деньгам, а все остальное у них неспокойно живут. Поэтому договоримся еще. А исследования показали, что российским бизнесменам нужно особое качество, вот особая независимость, особая сопротивляемость при агрессивной среде. И давайте еще умножим на то, что исторически именно особенность русского менталитета заключается в том, что русские люди не уважают деньги. Вот работать методично ради денег, ради прибыли, для нас это меркантильно, скучно и унизительно. А что мы ради куражу? Вспомним. Вот если нам что-нибудь принесет щука, чудо, если мы можем сразу получить взятку или сразу вывести много миллиардов, вот это крутая жизнь. Мечта русских бизнесменов все-таки, как бы получить очень много денег и ничего не делать. Вот спросите, в большинстве случаев никто делать специально не хочет. Это историческая черта. Вот это очень важно понимать, что русские люди всегда или аврально работали, или мечтали о чуде. Вот это методичный культа в католицизме или в культах протестантизме особенно, что труд это богоугодное дело, и если ты богат, ты богоугоден, у нас в этой культуре нет. Мы живем тяжело, трудно, работали аврально, потому что у нас очень маленький короткий период в сельском хозяйстве, где можно было что-то получить и так далее и тому подобное. Исторически мы не любители все это делать. И поэтому у нас, у нас и людей таких мало. Ну там еще много чего можно говорить о том, что мы очень терпеливые, отчасти ленивые, надеемся на авось. Но в нашей среде, представьте, что от людей очень много требуется в бизнесе. И еще у нас условия не самые благоприятные для бизнеса в России. Вы сейчас легко и непринужденно как-то притушили свет в конце тоннеля, поскольку картина нарисована безнадежно. Нет. Выход есть. Я хочу сказать, что мы же говорим, что есть особенности бизнеса по-русски. И мне все жалко, почему не создали фильм. Мне кажется, это был бы самый убойный рейтинг. У нас есть вот эти особенности национальные. Ну вот бизнес бы их... Особенности национального бизнеса не хватает, конечно. Да, не хватает. Я хочу сказать ничего подобного. Мне кажется, что наоборот, нужно осознавать наш русский менталитет, нашу картину мира. И наоборот, бизнесменам внутри себя помочь. Потому что вот русские люди... Чем мы отличаемся от других стран? Чем мы гордимся? Мы гордимся своей душевностью, своей эмоциональностью. О том, что мы... Вот не по-русски, да, вот брачные контракты. Мы умеем дружить. У нас очень важны личные отношения. И вот, например, русский бизнес имеет такую особенность. Это не в качестве критики. Это просто отражение нашего зеркала. Русские бизнесмены очень много делают бизнеса или с друзьями, или с родственниками. А как с друзьями и с родственниками подписывать бумаги? Масса вещей на словах. Масса вещей на понимание. Масса предположений. Неудобно же... Как мы будем проценты-то изначально делить? Вот начинаем бизнес с подружкой, которая 20 лет знает. Как я буду с него, да? Это все неудобно. По-братски. По-братски. Кажется, у вас есть представление? Как это по-братски? И вот огромное количество... Это бомба замедленного действия, да, когда нет бумаг, когда есть доверие, когда есть куча недоговоренностей, а потом кто-то начинает одно хотеть, другое другое. И там считается, это много исследований, что у нас половина бизнесов разрушается именно из-за этой склонности иметь бизнес с друзьями и с родственниками. То есть не жесткие там разного рода налоговые условия, не жесткая экономическая ситуация в России все-таки, а половина бизнесов у нас умирает из-за неправильной изначальной организации бизнеса. Да. Помимо сложностей, вот у нас есть они объективные, несомненно, но вы сейчас как-то... Я сейчас рассуждаю, я знаю то, что происходит в реальности между партнерами. И сколько проблем именно у недоговоренности с родственниками. Мы же все близкие люди. И там начинают, но потом кто-то начинает с кем-нибудь делиться и начинает серьезный... А они вот к вам так вот приходят, вот такие сидят, два партнера, значит, с животом лысиной, каждый в галстуке, вот они пришли к вам, они... Мне бы брата кинуть. С детского сада вот они вместе, потом они учились вместе, потом они открыли бизнес, и вот они прямо к вам приходят и... Они вдвоем не приходят. А, каждый поддельник. Это раз, а во-вторых, приходят уже когда очень поздно, когда уже трагедия, когда уже начинаются суды, когда уже начинаются очень серьезные проблемы в взаимоотношениях между партнерами или партнерами как русских. Уже необратимые процессы. Ну, там уже понятно, что у нас, обратите внимание, у нас же еще есть сторона вторая вопроса. У нас вообще все русские люди, еще раз повторяю, что сейчас не идет речь только о бизнесменах и там бизнес по-русски. Все русские люди достаточно плохо, во-первых, относятся к психологии, как к науке. Для нас это до сих пор стыдно. Нет, у нас это до сих пор с психиатрией даже путают, у нас вот низкий очень уровень культуры. Во-вторых, русские люди, если они успешны, если они имеют деньги, то они автоматически ощущают себя, скажем так, очень некритично относятся к своей самооценке у них. Если они уже успешны, то они и так уже умны и хороши, и глупости делать не могут. И нет людей, которые могли бы их еще чему-то научить. Ну, скажем так, у нас вообще у русских людей заниженная самооценка. И все заняты не содержанием проблемы, а повышением себе самооценки, самоутверждением. Ты меня уважаешь или я крутой. Это подкорочно. Опять это все заувалировано красивыми вещами, но все-таки русские люди абсолютно верно, не очень-то любят, чтобы их учили. И приходят, к сожалению, в ситуацию, когда уже ситуация падает. Чаще всего, как в скорую помощь. И чаще всего это все очень скрыто. Большинство успешных людей консультируются, и потом не то, что делают, они делают, и что тебя знают, я не могу сказать, но максимально это факт скрывается. Знаете, совершенно недавно записывали интервью с Игорем Маном. Ман Иванов-Фербера, вот это вот издательство, которое бизнес-литературу. Сейчас очень много литературы, и они на ней специализируются. Да, в общем, все поняли, что это такая волна. Очень много литературы. Как в себе хорошие привычки, как сделать из себя предпринимателя. И вот, кроме того, что эта литература издается, вот Ман тот же, он ездит с тренингами. И я разговариваю с ним, спрашиваю об эффективности, и он говорит, ну если один из этого зала всего что-то сделает, поменяет, это уже хорошо. Все читают, все покупают, все ходят на тренинги, никто ничего не делает. Вот почему так. Две поверхностных причины, которые вот сейчас я могу назвать. Первое. Если бы люди могли обучаться по лекциям и по книгам, это было бы чудесно. Игры разума заключаются в том, что ты даже эту идею знаешь или ее прочитал, удержать ее и применить, это две большие разницы. Вот попробуй это сделать сам, и это уже бездна между тем, что ты прослушал и то, что ты применил. А большинство сейчас или читает, или сидит тренинги а-ля лекции. Вот они называются тренинг, но по сути они выслушивают умных людей. Вот разница между лекционной формой работы и настоящим тренингом, это тем, что человек сел и сидит здесь сейчас, это пробует. Пробует раз, пробует два, получает обратную связь, что не получается, делает домашние задания. Вот когда он начинает применять. Потому что так мысль пришла идти в голову и убежала. И вот уже и невозможность применить, и незнание, где применить. И вот в чем разница нормального обучения, глубокого, нормального проживания чего-то. И побежали, послушали лекцию. Вот поэтому это просто технически невозможно. Именно невозможно. Книжки никого не спасали, к сожалению. Самые лучшие книги, вот они, наверное, спасают или тех людей, которые уже это знают и умеют, это подтверждают, и в том, что я молодец. Или тех, кто потом, взяв эти идеи, замечательно идет и учит людей, и благодаря этим идеям, как это делать. Наверное, это помогает именно этим специалистам. Это первый пункт. А второй пункт, мне кажется, тоже упирается в русский менталитет. Вот это тоже очень важно. Я все-таки пытаюсь оправдать всю дорогу наших русских людей. По одной простой причине. У нас нет внутри идеи социального дарвинизма. То, что есть во многих странах, очень простая вещь. Выживает сильнейший, выживает лучший. Если перефразировать это красиво, ну, мало то, что мы жили в Советском Союзе, где каждый уважаемый, и профессия каждого уважаемая, и все равны, и рабочие даже равнее и круче, чем интеллигент. И любая попарка может руководить государство. Конечно. И поэтому мы выросли в ситуации, да, что мы все равны. И нам достаточно болезненно, почему такая зависть так успешным людям есть, подкорочная. Она даже может быть неосознаваемая, но она есть. А вторая вещь, ну, то есть вот неравны. Мы не осознаем, что мы живем в ситуации, что лучшие будут выигрывать. Мы все равно думаем, или у наших знакомых нас продвинут, да, или вот у нас все равно есть ощущение, что можно пристроиться и решить вопрос другим способом, борзыми щенками, да. У нас все время есть блат. Но у нас, надо сказать, есть очень яркие примеры того, как это работает. Поэтому, видимо... И это работает, несомненно. Блат, связи, пиар, все это работает. Но все-таки вот мы катимся туда, куда катимся. Мы катимся к миру, где выживает лучший и сильнейший, кто в себя вложил, профессионал. Потому что есть простая мысль. Качество жизни зависит от того, насколько ты профессионально и личностно нужен другим людям. Вот если за тобой, как за профессионалом, стоит очередь, да, если ты как человек интересен другим людям, да, если с тобой хотят разговаривать, хотят встречаться, тогда там и там ты будешь запрошен. И твое качество жизни сильно зависит. Поэтому логика очень простая. Копите себя, вкладывайте в себя, да, становитесь лучше и станете важнее. Даже вот сейчас в любви, простите меня, сейчас нет нужды, сейчас уходит эра, когда семья строилась на экономических ознаваниях. Сейчас уже просто так, и ребенок, ну, и прожить одному можно, да, и ребенку можно воспитать, там, находясь в расстоянии, да, друг с дружком, деньги давай, называется. Вот. И сейчас основания, по большому счету, вернулись, самые романтические. Если тебе человек не... То есть тебе должен человек быть любимый и интересен, да, то есть заслужить друг друга. И опять мы упираемся в социальный дарвинизм. Насколько ты интересен и насколько захотят через 10 лет без других оснований к тебе домой возвращаться, тебя видеть. И вот получается, что наоборот, да, вот если бы у нас... А у нас это в культуре нет. Что вот если ты копишь себя, вкладываешь не в Мерседес, а в себя, в свое знание английского языка, в свое умение танцевать танго, в свое умение профессиональное, да, ты действительно всегда на высоте, и ты будешь иметь это качество жизни. Вот эта вот идея, к сожалению, пока очень с трудом приживается по очень простой причине, опять же, русской ментальности. Мы очень-очень терпеливый народ, и мы очень работаем бросками, только когда большие смыслы. А вот средняя бытовая культура, где надо отчаянно долго трудиться, чтобы улучшить свою культурную жизнь, гражданское сознание, все это строить, у нас очень с трудом приживается. Вот каждый день чего-то делать для того, чтобы улучшить свою жизнь, это не про нас. Вот родине жизнь отдать, да, амбразуру закрыть собою, работать без денег ради великого смысла, это русские. Мы очень любим смыслы. Вот, очень любим смыслы, да. Больше всех в колхозе работала лошадь, но... Приседателя она так и не стала. Нам пора, в общем, закруглять беседу, подводить итог. Как беседу? На самом деле есть ощущение, что разговор только начался, да, по сути. Ну, я хочу обратиться к вашему опыту и понять, вот, новое поколение бизнесменов, может быть, люди, которые уже в своем базе не имеют вот то советское прошлое, которое мы обсуждали, они другие. Эта ситуация как-то меняется, потому что нам хочется вот оптимизма в конце беседы. Я все-таки безо-социальной дарвинизмы хочу донести мысль, что если люди наши поймут, что вкладывают в себя самое главное, мне кажется, это решение вопроса. Инвестируйте в самих себя. Это главное. Не станьте конкурентно способными, станьте. Да, да, да. Самое надежное. Станьте профессионально, личностно интересными. Мне кажется, это очень важно понять. Если русские люди вот сюда обратят на это внимание, и вообще на цели своей жизни, потому что это уже не по-русски, по-русски мечтать, а не делать цели. Самое сложное упражнение, которое мы делаем всегда на тренингах, это прописываем цели на год, на пять лет и на всю жизнь. 99% людей встает в тупик. У нас выходные завтра. Пропишите. На год, на пять и на все. Мечтать не вредно, но лучше планировать. Да. Понятно. Хорошо. Вот на этой жизнеутверждающей ноте, как говорится, уж простите за этот штамп, Елена Черепанова была у нас в гостях, и огромное спасибо за эту суперинтересную беседу. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.